Мы в гостях у Ивана Большакова Это Черноголовский городской округ, Московская область Клуб, которым Иван проводит занятие, называется Бойцовский клуб Ультиматум Итак, ну давайте еще познакомимся, а то мы забыли Меня зовут Ярослава Большакова Расскажи, когда ты впервые познакомился с дзюдо, когда все началось для тебя? В 7 лет мама была заинтересована меня отдать в какую-то секцию, потому что я активным был ребенком И гимнастика была первая попытка, недолго А потом привели на дзюдо, и я с первого занятия влюбился, заинтересовался и так и остался Кто был твоим первым учителем, тренером, к кому-то пришел в дзюдо? В группу дзюдо меня набрал Аглиуллин Альберт Андреевич Ну, недолго с ним прозанимался, он потом с его воспитанником, в Новосельцевой Евгении Геннадьевич Наставил тренировать нас С ним я всю жизнь прошел и сейчас часто встречаемся, чтобы обсудить тренерскую деятельность И поделиться знаниями тренерской области уже Как получилось, что ты после тренировочной деятельности, как ученик, стал тренером? Когда у тебя первые такие мысли об этом появились и как ты дошел до тренерской деятельности? Ну, где-то в классе в восьмом переломные моменты такие начались Когда нужно было думать о будущем, о том, кем я буду, кем я хочу стать И одно из решений, ну, один из вариантов Было это продолжить спортивную карьеру и в будущем, может быть, стать тренером Ну, вот оно так и сложилось Я с восьмого класса начал посещать ГЦО Лив, Кругувк Чтобы познакомиться с Институтом физической культуры Ну, и в будущем поступил туда, а я окончил в восемнадцатом году Кто преподаватели были у тебя в Кругувке, в Институте культуры? Курировала меня Дмитрия Ольга Владимировна Все четыре года с ней мы проходили вместе Что ты можешь сказать о том опыте, который ты получил в ГУВке От своих преподавателей и вообще о всех преподавателях, которые там были? Ну, изначально цель поступать в ГУВК была это получение хороших знаний В области физической культуры и спорта И с кафедрой было все понятно Это дзюдо только, не самбо, хотя и самбо занимался, выступал Вот, получается, поступил и дзюдо прям по-новому для меня открылось Новые знания И все, и соревновательная деятельность была по-новому И та конкуренция в Москве, которая была, новый опыт совершенно Ну, очень много и полезного он набрал оттуда У нас, к сожалению, кискатуру не случилось там продолжать Но, может, еще не поздно И я впереди Насколько сегодня в черноголовке вообще развиты дзюдо и популярны? Ну, вот знаете, кто слышал, тот, наверное, придет попробовать Потому что есть хорошие отзывы и много направленности этого вида Как бы я стараюсь не только спортивное направление развивать, но и здоровительное И когда детишки приходят, они разные бывают Кому-то хочется спорт, кому-то хочется просто быть здоровым И родители будут интересованы, чтобы ребенок просто был здоровым А спор был на первоочередном Здесь приходится показывать, насколько дзюдо широко и многограден Как, когда еще, когда ты сам был учеником Какую задачу ты себе ставил в тренировочной деятельности? Ну, у нас вот Очень спорт в городе развит И, наверное, каждый ребенок каким-то видом спорта увлечет То есть очень мало, 0,5% детей не занимается вообще в черном И я тоже такой ребенок был, который должен был ходить в какую-то секцию Я ходил туда для компании И, наверное, первые мои такие годы обучения Это было просто движение Движение Конечно, уже выбираясь на сборы Выбираясь, конечно, на сборы Я уже ставил для себя какие-то соревновательные цели Получение разрядов спортивных Выше и выше ступеньку ставил, чтобы выступать на соревнованиях всероссийского уровня Но вот такой тернистый путь был Когда ты уже завершил образовательный процесс мастерской культуры И начал работать тренером И сам уже учить ребят Какую самую главную задачу ты для себя поставил И, может быть, у тебя есть еще такие второсепенные выполнительные задачи как тренера? Ну вот, первые годы, конечно, я хотел, наверное, результат, чтобы ребята показывали на соревнованиях Наверное, это вот осталось еще спортивной карьеры, да, что результат, соревнования, нужно выигрывать Но тренерская деятельность начала раскрывать то, что пикедо надо показывать Со всех направлений И использовать его и для оздоровления ребят Не только для спортивной подготовки Но и как судейская практика У меня очень большой интерес к судейской практике Когда ребята приходят, когда появляется вот этот вот выбор, куда им дюдо направлять Куда им дюдо направлять Я им раскрываю как можно больше Я им показываю, что можно соревноваться Можно демонстрировать ката Можно оздоравливаться и использовать судейство как хобби Такие направления Как ты думаешь, сегодняшняя, ну, основная категория людей Как воспринимает дюдо, что это что? Черноголовки Нет, вообще Вообще Ну, черноголовки в частности Ну, боевое искусство, в крайней мере, я думаю, что так А вот родители, которые приводят к тебе на занятия своих детей Ты не интересуешься у них, какую задачу родители преследуют? Не интересуюсь А физкультура? Оздоровление То есть у них не стоит задача, что вот, ну, каким, чтобы наш ребенок стал там Выигрывать соревнования Нет Я Напрямую Я прекрасно понимаю это и с этим согласен Потому что у меня такой путь был То есть я тоже пришел оздоравливаться, сначала двигаться Но сложилось так, что дюдо заинтересовало меня И я выбрал самое же спортивное направление использовать этот способ Так что моя задача, наверное, как тренера Как раз вот меня оздоравливать И те, кто будут готовы продолжать Угновательную деятельность, будут в этом заинтересованы Мы с ними будем идти и по этому направлению тоже Значит, сегодня, получается, твои такие основные задачи Это первоочередная Это через дзюдо, через упражнение дзюдо Сохранять, улучшать и развивать физические способности ребенка или человека К тебе приходит Да, ну, это комплекс такой оздоровительный Дополняется это все, если у кого есть желание и мотив продолжить себя и проверить соревновательную деятельность Это соревновательная деятельность, да, дзюдо? Да И также, как дополнение, как хобби и такой интерес, это как судейство Да? Да Можно вот такие вот три задачи, да? Да Вот даже вот родители приходят, да У меня появились новые сайты, почему они продолжили бы предложить интерес к судейству, да, вот Твои ребенок ездит в соревнованиям, а родители кто-то делает, кто-то может в этом участки Кто-то может получать судейскую патергорию и судить соревнованиям Паралельно по этому соседям которые у них ребенок боятся, да? Это в хобби, кто-то может коллекционировать, кто-то может походы ходить, кто-то может сушить, как ходить, почему нет, это же инвлекательный. Сегодня мы в продолжении этого видео посмотрим, как проходит тренировка по программе «Семейный дзюдо», и в процессе этого занятия, возможно, у меня возникнут вопросы, которые мы зададим Иван. Я задам Ивану пусть, а Ивану, если будет такое желание, ответить на нибудь. Ну, пока на этом мы заканчиваем.